Депрессия 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 Это уже есть симптом этого заболевания, причем иногда ведущий симптом. Поэтому у нас такие вопросы можно их разграничивать, потому что есть заболевания, есть состояния, которые нуждаются в обсуждении. Я хотел заакцентировать ваше внимание, чтобы не свелось все о том, что психиатры лечат все депрессии, которые существуют вообще в природе. Мы начали наш разговор с того, что мы часто подменяем эти понятия. Мы говорим, у меня депрессия, у меня депрессия. Плохое настроение и апатия – это все-таки наверняка не депрессия, ведь это уже более серьезная форма расстройства, даже в какой-то степени психологического. Давайте об этом поговорим. Вообще, каковы симптомы, когда вот эти первые звоночки необходимо распознавать и, собственно, к специалисту обращаться? Ну, вообще, если говорить о депрессиях, то они проявляются на четырех уровнях. Это уровень эмоциональный, то есть то, о чем мы говорим, всевозможные негативные эмоции такого астенического, может быть, плана. То есть это может быть печаль, грусть, тоска. И причем, если мы будем говорить о клинических депрессиях, то есть о заболеваниях, то это будут очень ярко выраженные негативные эмоции. Следующий параметр – это компонент когнитивный, то есть связанный с мыслями. Это мысли о том, что я недостоин, я ничего из себя не представляю. То есть всевозможные мысли, касающиеся самоуничижения. Третий аспект – это аспект поведенческий. То есть мало я себя плохо чувствую, мало я ощущаю печаль, тоску, уныние, мало я думаю о себе, что в моей жизни ничего хорошего не будет, я ничего не смогу сделать, но я и на поведенческом уровне себя веду определенным образом. Я ничего не хочу делать, моя активность снижается, я не хочу идти на работу, я не хочу встречаться с друзьями, я не хочу выполнять свои обычные обязанности. И, конечно, физический уровень, потому что мы представляем собой единый целый организм. Нельзя отделять психику и тело. Естественно, депрессия будет проявляться на телесном уровне. Это будет чувство постоянной усталости. Депрессии могут проявляться в виде различных соматических каких-то проблем. Это могут быть нарушения на уровне сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, замаскированные симптомы депрессии. И если говорить о том, что такое депрессия как заболевание, что такое депрессия, как на обыденном таком уровне у меня депрессия, то разница будет в том, что человек, страдающий психическим расстройством, страдающий депрессией на уровне психического расстройства, он самостоятельно с этим не может справиться, и он не может в связи с этим заболеванием нормально существовать, адаптивно реагировать на те жизненные ситуации, с которыми сталкивается каждый человек. И, естественно, раз он сам справиться не может, то фраза окружающих «возьми себя в руки» или «начни что-то делать» это будет пустым сотрясением воздуха. Такому человеку действительно нужна специализированная помощь. И еще вот хочу дополнить, не обязательно, вернее, связи никакой нет с депрессивными состояниями, так скажем, физиологическими, эмоциональными и эндогенными заболеваниями. Не обязательно, что одна депрессия, так как ее люди называют, обязательно перестет в психическое расстройство. Это немножко разные вещи. Это важный момент, кстати. Конечно, важный момент. Потому что, в самом деле, человек сам из нее выбраться уже не может, без помощи врачей. Все остальные моменты он может коррегировать свое состояние, коррегировать, он может где-то менять свой образ жизни, менять подход к самому себе. И там помощь уже больше психологическая, психотерапевтическая, психологическая помощь. Но когда наступает настоящее состояние, когда у человека начинается полная заторможенность мыслей, снижается фоностроение, апатия, у него замедление всех процессов мыслительных, то есть появляются клинические признаки настоящей депрессии. Но оно, как правило, идет вместе с чем-то еще дополнительными расстройствами, то тогда уже только доктора могут фармакологически подправить, выправить это состояние. Ну и причем достаточно эффективно. Сейчас очень хорошие появились антидепрессанты, хорошие препараты, которые очень быстро возвращают человека обратно в строй и возвращают его в социум. Абсолютно без последствий. Какой приблизительно промежуток времени? Ну понятно, что степени запущенности заболевания бывают разные, но тем не менее. Вот в среднем сколько времени требуется, принимая препараты соответствующие, правильные, чтобы выйти из этого страшного состояния? Вы знаете, поскольку в основе многих эндокенных заболеваний, как считается, лежат какие-то определенные химические, так скажу, реакции к риговному мозгу, гормональные, химические, ну, чтобы по-простому это назвать, то одномоментно это, в принципе, не заканчивается. Идет, должна происходить определенная подготовка, перестройка работы мозга на исходное состояние какого-то заболевания. Еще более ста лет назад наши корефеи психиатрии говорили, что больного надо лечить столько, сколько он болеет. Ну это потому, что одномоментно нет такой золотой таблетки или серебряной выпил, и все прошло. К сожалению, нет. Поэтому чем быстрее человек обращается к специалисту, тем вероятность того, что у него это все быстро закончится и без последствий много возрастает возможность. И перспектива дальше будет у него более понятная, нежели он будет годами пребывать в этом состоянии, как вот старое известное произведение, вот про обломовый он сидел, лежал, ничего ему не надо было, вот как вот в этой хронической депрессии находился человек. Еще сильнее, да, в нее входил, входил это состояние. Да. Вот если до такого состояния довести человеку, конечно, вы долго водите. А если у него сразу же, как говорится, обратились родственники, посмотрели штучек, но в самом деле он не потому, что он не хочет ничего делать, апатия у него, а именно настоящее такое состояние, требующее коррекции медицинской, то да, его можно быстро поставить опять на ноги. Давайте здесь, наверное, также обязательно скажем, с оговоркой такой небольшой, что любые препараты, сейчас же есть доступ в интернете, и некоторые заходят, читают, а, ну отлично, я начну принимать, и это мне подойдет, да, все, то есть не звучит. Вообще, интернет, он не только лечит, мне кажется, и способствует развитию этих физиологических состояний, которые проводят в стяжении настроения. Это не камень в огород, конечно, пресса, но по большому счету сейчас журналисты пишут такое, что просто за голову хватаешься, вот откроешь тот же Яндекс новости, но это же из шести новостей, где там убили, там зарезали, там изнасиловали, там вот все новости процентов 90-то криминальные, и человек, когда читает эти новости, и причем каждая новость, это просто ее сплошной, как называется, репост, да, все, такое ощущение, что мы живем в каком-то Чикаго 30-х годов, когда все друг друга там убивают, отнимают, да, и у человека возникает еще, а он же, многие там сидят, живут же в этом пространстве, они же без интернета, без смартфонов, они же уже не мыслятся, вот идешь по улице или идешь, смотришь, они даже в машине едут, они в своем телефоне, то есть они живут этими шаблонами, и представьте, у какого человека будет настроение, когда он постоянно, знаешь, там где-то убили, а там еще что-то произошло, там взорвали, и у человека, ну, не повышает ему это настроение, вот как-то уже сошлись, наконец-то к единому мнению, что факт, например, суицидов не надо тиражировать, потому что это вызывает, может быть, эффект подражания, но, а все остальные эти криминальные сводки, ну, у нас же в самом деле не сводка РОВД какая-то, а у нас пресса, хоть надо, ну, я это понимаю, все свободно, и это рейтинги повышает, но на людей это действует очень плохо. То есть также один из факторов, закончу смысл свою, завершу по поводу того, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к специалисту. Да, и прием лекарств, он тоже требует постоянного наблюдения, да, курации со стороны доктора, потому что какие-то препараты могут подойти, какие-то нет, и доктор все это отслеживает, то есть вот такой самопроизвольный прием препаратов, самопроизвольный, когда человек сам себя назначает, сам себя отменяет, конечно, не в коем случае. Нет, это только, это даже нельзя послушать даже по телевизору, это надо, это в кабинете врач, пациент, и они дальше подбирают эту, скажем, индивидуальную терапию. Да, все очень индивидуально. Это на любом плакате на улице висит, что нужна, есть противопоказания, не в чем обратиться к врачу. Да, вот, наверное, надо еще добавить, да, что лечение, да, депрессия, оно носит комплексный характер, да, и лекарства они, конечно, носят, как бы, такое важное, да, вот, место занимает важное, но плюс к этому должны быть и психотерапевтические какие-то интервенции, плюс к этому нужно также дополнить, что, возможно, в помощи нуждается не только сам пациент, но, возможно, его окружение, те же родственники, да, потому что мы знаем, что любые психические заболевания не носят такой стигматизирующий характер, да, и вот эта вот стигма, она распространяется не только на пациента, но и на его окружение, вот, и родственникам тоже бывает нужна поддержка, не случайно в нашей больнице, то есть работает как раз психолог, да, в школе для родственников, то есть, ну, это проблема комплексный, носят характер, то есть, да, это помощь конкретному пациенту, это помощь его окружению, и, конечно, нужно говорить, вот о чем говорил Максим Николаевич, да, нужно говорить об окружении в общем, да, не микроокружении семьи, а макроокружении, потому что та среда, в которой мы живем, те процессы, которые происходят в обществе, они тоже на нас отражают, да, мы как часть этого общества, то есть, тут очень такая многофакторная система, и все эти факторы, конечно, они имеют свое влияние. Коля, уже заговорили про родственников, про окружение вообще в целом, как определить по тем же симптомам, да, депрессию у человека, который рядом с тобой, то есть, мы же сегодня говорим не только, что конкретно, вот у меня депрессия, что делать, ведь мы можем помочь со своему близкому человеку, правда? То есть, тоже, да, нужно смотреть на его состояние, на его поведение, я так понимаю. Давайте еще раз перечислим вот эти моменты. Нет, ну вы поймите, что человек, у которого есть эндогеноз, ну, внутрозаболевание психическое, его, в принципе, видно, его даже не надо на нем, он сразу это себе знать, он, его вот таки хочется куда-нибудь сразу отвезти, в больницу, в поликлинику, к врачу сразу, стационар, а вы, скорее всего, так понимаю, фокусируете внимание на что делать, если у человека просто, ну, ханра, назовем или плохое снижено настроение, вот, родственники обычно переживают то, что, например, ребенок ничего не хочет, валяется в постели, ведет непонятный образ жизни, то есть, ну, как, ну, то есть, здесь, может быть, все-таки связано не с какими-то процессами физиологическими или там, и в коре головного мозга процессами, а именно с внутренней мотивацией самого человека, то есть, человек не знает, чем заняться, когда человек не знает, чем заняться, он находится в таком состоянии, вот, аморфом, таком непонятном, и у него начинает, все плохо, все, вот, он сам не знает, что он хочет, человек, то есть, когда у человека исчезает мотивация и, может, смысл жизни по-другому можно назвать, ну, и человек становится такой разбалансированный весь, ему надо чем-то постоянно его загружать, вот, это все-таки хорошая практика, когда у человека есть какое-то увлечение, у него есть интересные работы, ведь у нас одна из проблем, то есть, это наша достаточно слабая система профподготовки, профориентации, иногда человек получает профессию такую, какую он хотел бы, он, в принципе, не знал, что он хотел, и мы не могли ему, ну, общество подсказать. Если выходит на эту работу, это как день сурка, одно и то же повторяется, это не повышает его эмоциональный уровень, это загоняет его в состояние, он злобный становится, он агрессивный становится, у него падает на спланке настроения, очень много таких вот факторов, но у человека должно быть какое-то занятие в его жизни, которое бы приносило ему удовлетворение. Это как вот темная комната, ну, есть выход, но этот выход не видит, и у человека тыкается в эти разные углы этой комнаты, но ему надо подсказать, чему ему надо заняться, то есть, выход всегда есть. И да, у человека появится не то, что надежда, луч света там в этой темной комнате, но, по крайней мере, у него появится смысл жизни, ему будет интересно, будет цель, он будет как-то целить, а когда цели нет, мы начинаем говорить о депрессии, хотя подозумеваем что-то другое под этим словом, и, ну, получаем в результате человека, который для общества практически ничего уже ноль, он не работает, он валяется, он, в принципе, ну, все плохо у человека, на самом деле он не больной, он не болеет, у него такое состояние. Вот в этом состоянии нужна помощь, конечно, коррекционно, подсказывать, рассказать, как вот психотерапевты, они и психологи, они могут подсказать, как выйти из этого состояния. Не обязательно там таблетки, таблетки это уже, как это крайний вариант. Здесь вопрос именно, человеку надо сформировать, помочь ему сформировать его собственное желание, чем бы он хотел заниматься. Ну, это мое такое убеждение, что и тогда человек немножко оживет. То есть, сейчас как раз заканчивается первая часть нашей программы, давайте подведем некий итог, да, такой одной фразой, наверное, просто нужно начать себя и как-то новый образ жизни, что ли, начать вести, чтобы не войти, да, в последствии состояния сильной депрессии. Ну, я бы не сказала, что начать. Мне кажется, нужно для начала задать себе вопрос, да, что со мной, что я, кто я, чем я занимаюсь, что мне нужно, что мне не нужно. А уже потом что-то делать. Вот давайте сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор о том, как избежать депрессии и что же это такое. Вот мы, собственно, наверное, и перешли к моменту профилактики. Что нужно делать, дабы не стать человеком, который говорит, у меня депрессия? Ну, мы же говорили, да, что четыре, да, вот как бы таких признака эмоциональной, да, как бы когнитивно связанных с мыслями, поведенческий и физический. И в общем-то вот эти все три-четыре параметра, вот на них мы можем обращать внимание, да, ну, начнем с самого простого, с физических, да, каких-то аспектов. Вот сейчас все бьют тревогу, говорят о том, что уровень воздействия стрессов, да, на нас, он многократно увеличился. И действительно страдает наше тело, да, и как раз вот забота о своем физическом самочувствии – это вот такой первый шаг как раз профилактики депрессии. Что нужно для здоровья не только физического, но и психического? Ну, банально, сон возьмем, да, то есть современный человек, он спит около, ну, примерно на два часа меньше, чем, например, сто лет назад. То есть мы все хронически не досыпаем. Значит, банально отрегулировать режим дня. Дальше. Гиподинамия. То есть, ну, о банальных вещах говорим на самом деле. То есть современный человек очень мало двигается, хотя эволюционно мы, как вид, сформировались как, ну, достаточно физически активный. Значит, да, это физическая какая-то активность. А вот, ну, там, питание – то же самое. То есть здоровое питание. Ну, и мы видим, на самом деле, люди это интуитивно чувствуют, да, и вот эти вот современные тенденции, когда люди влечены здоровым образом жизни, спортом занимаются, как раз, как раз вот люди таким способом пытаются себя сами спасать. То есть это очень здорово, это действительно полезно. Вот. Дальше. Что мы можем сказать об эмоциональных, да, аспектах, скажем. Вот тут немножечко сложнее. У нас такое общество, такая культура, где процветают идеи контроля и самоконтроля. Вот. То есть мы должны себя взять в руки, мы не должны показывать своих эмоций, мы должны показывать лицо, что у нас всё отлично и всё замечательно. Вот. И таким образом проблема замазывается. И тогда первый шаг, чтобы справиться со своими отрицательными эмоциями, да, той же апатией, печалью, грустью. Первый шаг, он заключается в том, чтобы признать их, да, потому что пока проблемы нет, пока мы говорим, о, у меня всё отлично. За словом вот эту ставит. Да, 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 да. Ну о чём тогда можно говорить, у тебя всё отлично. Вот. А если мы признаем, да, я тревожусь, да, я переживаю, да, я испытываю, там, печаль, грусть, тоску и так далее. Вот. То есть мы признали эту эмоцию, да. Потом дальше. Если есть эмоция, она обязательно требует своего выражения. Вот. Ну и тут, конечно, могут быть совершенно разные способы, в том числе и социально приемлемые. Кстати, как раз физическая активность, она и помогает вот в таком социально приемлемом, да, социально приемлемой форме эти эмоции выразить. То есть мы признаем эти эмоции, мы, да, и потом, когда мы их признали, мы уже можем с этим что-то сделать, да, каким-то образом. Вот. Ну, например, приходит на ум такой очень интересный эксперимент, да, когда проверяли связь между нашим эмоциональным состоянием и работой сердца. То есть замеряли, да, вот как бы ритмы сердечные. И вот было обнаружено, что только лишь воспоминания о приятных событиях, которые происходили когда-то в нашей жизни, они буквально в считанные минуты нормализуют, да, вот, гармонизируют вариабельность сердечного ритма. Хотя бы так. Вот. Дальше мы говорили о когнитивном аспекте, о мыслях, да. То есть, ну, возможно, не всегда получится самостоятельно справиться с этим. Вот. Потому что, ну, мысли, да, они вот нас в ловушку какую-то такую, да, завлекают. Но тогда нужно вспомнить, что всё-таки есть специалисты, Мы ведь сами не шьём себе платье, да, мы обращаемся за помощью, да. Мы сами не стрижём себе волосы. Мы знаем, что это специалисты, которые это делают лучше нас. Но также есть специально обученные специалисты, которые работают с мыслями, да. Это психологи, психотерапевты. Очень сейчас такое эффективное направление, как когнитивно-бихевиоральная терапия. Пожалуйста, да, мы можем обратиться к специалисту, который поможет нам наши мысли разложить по полочкам. Вы ведь неэффективны. Понять, откуда ноги растут, да, у этих мыслей. Как с ними справиться. Ну, и о поведенческом, да, как бы аспекте мы тоже говорили. Ну, да, здоровые привычки. То есть, ну, каким-то образом мы должны обнаружить, что у нас в этой жизни не устраивает и что-то с этим делать. Например, возьмем такой факт, что работа, да, профессиональная наша деятельность. То есть, очень часто люди ходят на работу, работа им не нравится, да, у них проблемы, например, в коллективе их не устраивает, то, чем они занимаются, да, и но все равно ходят на эту работу. Тогда, может быть, нужно задать вопрос, для чего я это делаю, да, и, может быть, найти другие сферы применения своим талантом. Ну, и, опять же, возможно, тут нужен какой-то дополнительный пинок. И поэтому, да, волшебный пинок, да, вот, поэтому, конечно, она могут помочь наши друзья, да, там, какие-то люди, для которых, мнение которых для нас важно, да, то есть, вот, тоже, вот, профессиональная, личная жизнь, то есть, мы должны задавать вопросы, да, устраивать нас не устраивает, что не устраивает, что я могу сделать, да, чтобы справиться с какой-то ситуацией, а не представлять из себя страусу, который прячет голову в песок. Хочу немножко добавить, потому что иногда надо не забывать то, что было накоплено тоже психотерапией, физиологией за несколько столетий. Еще в конце XVIII века один американский ученый, Джекобсон фамилия, он обратил внимание, что между нашим эмоциональным настроением и работой мышц есть определенная взаимосвязь. Например, в хорошем настроении они соответствуют, мышечные напряжения, тревоги, вторые депрессии, третьи, и поскольку он выявил, что это есть рефлекторная реакция, он предложил искусственно вызывать работу тех мышц, которые отвечают за определенное настроение, то есть, заставляют себя насильно улыбаться, и это вызывает изменение настроения. К сожалению или к счастью, это работает, как многим кажется. Вот минут пять стоя перед зеркалом в плохом настроении и фиксируя улыбку, минут через пять человек может почувствовать, что ему становится легче, по крайней мере. Но это потому, что рефлекс. Мы, существа, немножко, хоть и всегда говорим, что мы… Одухотворен. Да, но, тем не менее, у нас очень много физиологических процессов, которые имеют рефлекторную такую приводу. Потом существовала… Ну, кстати, эта психомышечная тренировка, она легла в основу аутогена тренировки. И в Сане тоже в 19 веке очень было модно, в принципе, заниматься, обучать людей саморегуляцией. Это сейчас модно всякие курсы, тренинги, учат людей чему угодно, как говорится. Но самым простым вещам саморегуляции люди уже перестали обучаться. Хотя литература свободная. Человек может сам регулировать своё эмоциональное настроение, но этим надо немножко позаниматься. Ведь ходят, занимаются в тренажёрку, гири таскают. То же самое человек может позаниматься своим психическим здоровьем. Но это труд. Такой же, как в тренажёрке. И человек может тоже, это как профилактика, но может, в принципе, поставить персобуцель и выйти из этого состояния без таблеток. Но если это не психическое заболевание. Ещё раз хочу оговориться. То есть психофизика тоже спасает нас какую-то? Конечно. Да, не случайно сейчас, если говорить, например, о той же психологии, телесно ориентированные, да, вот всевозможные методики, они сейчас весьма востребованы. Причём их можно использовать с самого раннего возраста, ну, до самых, да, вот, до самого пожилого. То есть это рулит. Всё доступно, пожалуйста, занимайтесь. Заниматься, да. У нас, к сожалению, уже практически вышло время разговора. И мне бы хотелось, чтобы напоследок мы так подытожили его. И можно от вас самый главный совет по поводу того, как избежать депрессии? Вести здоровый образ жизни. Это поможет, по крайней мере, не впасть в хандру. Не буду называть депрессию вот такую хандру. Это, как вот, может быть, помните кино, обыкновенное чудо, когда он сидел там в депрессии, как бы, взойдёт, солнце не взойдёт, там, переживал там всё. Так и здесь. И заниматься активной, занимать активную жизненную позицию. И тогда не будет возможности думать о том, что, почему у меня утром плохое настроение. Не знаю. Я бы, наверное, добавила, что нужно быть внимательным к самому себе и заботиться о самом себе. Потому что, если ты не заботишься о себе, то, в общем-то, ты не можешь заботиться о других. Спасибо вам большое за наш разговор. Я думаю, что наши телезрители, которые смотрели сегодня программу, не будут теперь путать плохое настроение с депрессией и последуют вашим советам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Продолжение следует...